В тот октябрь в эти окна летели снаряды. В тот октябрь расстрелянный дом Советов народ иронично переименовал в Белый дом. Наверное, по аналогии с тем домом, где живет настоящий хозяин России. В тот октябрь у всех нас началась сказочная жизнь. Только у одних эта сказка была счастливая, с внезапно привалившим богатством. А у подавляющего большинства была сказка страшная, трагическая, со смертями и унижением. Москва. Октябрь 1993. То, что происходило в Москве в последнее воскресенье, не было какими-то стихийными выступлениями. Все это имеет другое название. Вооруженный мятеж. Тогда, в день расстрела Белого дома, сидя перед телекамерой, Борис Ельцин говорил правду. Был и мятеж, был и переворот. И он, Ельцин, их автор и руководитель. Гитлер поджег ареста для того, чтобы расправиться с оппозицией. А этот расстреливал Дом Совета, в котором было почти тысячу человек. Это точка счета. Оттуда растут все бедные преступления, нынешний бой. Это, конечно, очевидно, государственный переворот. А то, что стало ясно чуть позже, – измена, предательство, продажа и сдача страны. Запад, США, ведь не зря сразу поддержали Ельцина. Они его поддержали за что-то. А за что стало ясно, когда мы в Совете Федерации получили указы президента, подписанные в период между 22 сентября и формируемого парламента. Один из них назывался «Вопрос соглашения о разделе продукции» по существу механизме сдачи оптом, стратегическому конкуренту, противнику всех наших природных ресурсов, у механизма этой сдачи. Это было масштабное предательство. Именно в этот период страна была высшей российской властью, Ельциному окружением предана и продана. Это был не только государственный переворот. Это был международный мощный заговор и был совершен геополитический переворот. В результате этого переворота и последующих реформ, так называемых, был уничтожен наиболее прогрессивный и перспективный центр мира. И человечество было загнано вот в парадигму американских стандартов. Для того, чтобы распроводать страну, прислали из Америки почти 60 специалистов, которые сидели в команде Чубайса. Они и по-русски толком не говорили. И им носили сведения о всем, что мы накопили за тысячу лет своей истории. По сути дела, страну четвертовали. Сначала отрубили одну ногу, промышленность уничтожили. Потом вторую, сельское хозяйство, пустили по нору. Потом отбили руки армии и флот. За эти 20 лет мы потеряли 15 миллионов человек. Из них 14,5 миллионов русских. Уничтожено 75 тысяч производств. В том числе целые отрасли. Машиностроение, приборостроение, радиотехника, электроника и целый ряд других. Казалось бы, хорошо отлаженная ракетно-космическая система дает страшные сбои. Каждый второй старт ракеты или взорвался, или улетел не туда. Мы осигновали на эти цели. 94 миллиарда из них, ровно половину сгорели в этих аварийных стартах. 10 тысяч рудников захватила олигархия. Сейчас стране принадлежит гражданам только 400. Они присосались ко всем скважинам. И как упри сосут кровь из тела страны и из тела народа. Есть старая истина. Во всем свете у нас только два верных союзника. Наша армия и флот. История не раз подтверждала эти слова. И не было в истории примеров, когда кто-то добровольно отдал в руки врага свое главное оружие. Это сделал Ельцин накануне 4 октября, передав американцам весь наш оружейный плутоний. За что Билл Клинтон потом ласково похлопывал его по плечу, а Запад и по сей день захлебывается от счастья. Есть ли логика в том, что в России сегодня в массовом порядке уничтожается армия и оборонный потенциал страны? Есть. Сильная армия, принявшая присягу на верность Родине, не будет защищать интересы и капиталы тех, кто пришел Родину грабить. И пока она удушается реформами, награбленная будет утекать из страны под защиту другой армии, натовской. Сегодня срочно приватизируются и уничтожаются оборонно-промышленные предприятия, научно-исследовательские центры. Сейчас губят МИГовскую фирму, ее, по сути дела, банкротят, чтобы мы все равно закупали что-то на Западе, а там самое лучшее нам не дают. Было я на одном удивительном предприятии, где химики наши делают оружие второй половины 21 века. Американские фирмы обратились с тем, чтобы сотрудничать, отказали их. Тогда Медведев вывел это предприятие из объектов стратегического значения, передали Ростехнологии, и сейчас Ростехнологии считают, что это нерентабельное, дана им команда, и они это предприятие банкротят, и на его месте планируют торговый центр. Идет уничтожение, как бы, перспектив нашего перевооружения. Так что наша армия, сегодня российская армия, это остатки бывшей советской армии, советских вооруженных сил. Сегодня мы говорим, из танков на Калининском мосту была расстреляна наша великая страна, наше прошлое и наше будущее. Расстрелом Дома Советов была уничтожена не только советская власть, власть, представлявшая интересы народов России. Была расстреляна и надежда на то, что Ельцинская свора одумается. Неправа и свободы гражданина, передел собственности, это было главное. Составить по своему усмотрению новый класс, класс крупных собственников, через придуманную американскими спецами приватизацию расхитить общенародные средства производства. Дело в том, что я ведь был в команде Ельцина. И с марта 92 по марта 93 я был начальником контрольного управления президента. Я видел все изнутри. Есть документы. Документами служебного пользования были мои представления президента на освобождение от должностей. Ряда губернаторов. О пресечении разворовывания страны через сливание правительством Гайдара, реформаторским якобы, да, бюджетных денег во всякие банки, коммерческую структуру, чисто воровская схема. Когда запускалась вот эта вот идея, что вор мне милее душегуба, и мне тогда же приходилось говорить, что масштабные воры не могут не стать душегубами. Представим себе. Тайна прихода Ельцина к власти осталась тайной навек. Закулисные интриги и подкуп должностных лиц государства в военной форме и без нее так и не стали известны. Халуйское подчинение вашингтонским кураторам российского президента не вышло наружу. Но даже при этом на всенародном суде приговор прозвучал бы тот же. В октябре 1993 года силой оружия к власти в Кремле пришли разрушители России. И прямым доказательством тому стали итоги этих 20 прожитых лет. Огромные состояния появляются либо в момент развала империи, либо в момент создания империи. И поэтому тот, кто хотел обогатиться, подумал, ну как это сделать? Ну давай мы просто-то развалим великую страну и в этот момент мы станем богатыми. Вы помните, как все получилось? Когда Россия делилась в том числе от жительницы Украины, Белоруссии, и у нас просто меньше стало продовольствия. И в этот момент гуманитарная помощь появилась. То есть бесплатно привезли огромное количество, ну залежалого, скажем так, не очень нужного Европе и Америке продовольствия и фактически выкинули на рынок ну практически бесплатно. Но крестьяне не смогли выдержать конкретную борьбу с, ну скажем так, с дырмовым продовольствием. И они стали сворачивать производство. А дальше больше. Нам сказали, что вы черная дыра, мы вообще никому не помогать не будем. Как будто бы вот эти вот так называемые либералы не знали, что в Европе поддержка огромная или в Америке она просто по сравнению с нами не сопоставима даже с Советским Союзом. Но они сделали вид, что это рынок и фактически угробили, скажем так, сельское хозяйство. Социально-экономический курс, который проводил Ельцин с его командой, оказался для России губительным. В советский период наша система образования по всеобщему мировому признанию входила в тройку лучших в мире. Сейчас последние данные российская система образования занимает места в пятом-шестом десятке. 72% российского населения недовольны качеством образования. Причем в богатой Москве недовольны 79%. Это значит, что дело не только в деньгах. Разруха, как обычно, начинается в голове. Один директор школы, констатируя, что делается сейчас в образовании, произнес, дети, уйдите из школы, не мешайте реализовать национальный проект образования. Почему в России образование финансируется наполовину от минимальной потребности? Почему в России 20% старшеклассников безграмотны в смысле грамотности чтения? То есть текст прочесть могут, а понять не способны. Почему появились школы-гетто, где сконцентрированы дети мигрантов и дети из семей с низкими доходами? Почему в России условия получения высшего образования хуже, чем в любой другой стране? У нас больше 60% студентов за образование платят, а в Германии свыше 90% не платят. Ответ один. Государство экономит на человеке, потому что оно хочет обеспечить огромные богатства и доходы для так называемых олигархов. Может быть с этими цифрами сочетаются другие. В России, в отличие от всех других стран, большой двадцатки, на долю 1% самых богатых приходится 71% национального богатства. Я другой такой страны не знаю. По человеческому потенциалу в советский период мы входили в группу лидеров. Сейчас мы занимаем по последнему докладу 66 место. В советский период мы были второй научной державой мира. Это тоже показатель человеческого потенциала. Сейчас о второй научной державе мира говорить вовсе не приходится. Количество ученых сократилось более чем вдвое. Каждый четвертый ученый уехал за границу. Закон об академии наук ликвидирует может быть последний остаток бывшей великой державы. Состояние здоровья граждан России после 1993 года стало значительно хуже по многим показателям. У нас сокращалась продолжительность жизни, возросла резкая смертность. Многие болезни, которые мы считали тогда, что в советское время были побеждены и никак не влияли на общее положение здоровья граждан, они стали вдруг актуальными. Дело в том, что политика советской власти это социально ориентированная политика. И в этом сущность советской власти, когда вся деятельность общества, государства, основные ценности связаны с благополучием человеком, сейчас наоборот. Мы сейчас не можем вообще говорить о государственной политике в сфере здравоохранения. Есть политика, ориентированная на удовлетворение интересов правящих классов. И эта политика самым негативным образом отражается на состоянии здоровья граждан. Мы, к сожалению, смирились с тем, что здоровье стало предметом коммерческого торга, что здоровье теперь можно купить, здоровье перестало быть реальностью права на здоровье, но есть право возможности купить. Но это право невозможно обеспечить многим тем, у кого такой материальной возможности нет. И особенно это остро ощущается в отношении семей с детьми, где родители для того, чтобы обеспечить платное лечение ребенка, нередко вынуждены бывают попасть в элементарную материальную кабалу. если тяжелые заболевания ребенка требующие платного лечения. Я хочу сказать, что советская система здравоохранения была настолько крепко скроена, что многие усилия по ее разрушению остаются неэффективными. И на разных этапах этого процесса ее разрушения и даже тем, кто занимается этим процессом, стимулирует его и так далее, разрушителем, становится очевидно, что им не удастся создать что-то более совершенное в сравнении с тем, что было достигнуто и очень серьезно научно обоснованно в советский период нашего развития, нашей истории. На то, чтобы удавить голос правды о том, как в России убили народа власти, работает большая часть нашей независимой от совести прессы, гостелевидения, кинематограф. Чтобы отнять у нового поколения ключ к пониманию беды, масштабно внедряются порог и пошлость. Коммерция, в которой погрязла идеология власти, погребла под собой и культуру. Если тебе на протяжении 20 лет по телевидению это молодой человек показывают технологию убийства, технологию пьянства, технологию наркомании, то больная часть детей, она непременно воспримет это как руководство к действию. Помножьте это на интернет, на все эти компьютерные игры, где тоже показывают, как надо убивать, как надо брать банки, как надо осуществлять террор и прочее, прочее. На этом воспитывается поколение. в театре театре серебряников это доминанты. В балете история с кислотой, которой облили филина. То есть вся слава бывшего нашего советского и русского балета перешла в какие-то криминальные потоки. Кино, которое входило в тройку лучших мировых кинематографий до 91-го года, сейчас утратило свои позиции полностью. И несмотря на то, что есть редкие элементы творчества и художества, это идет ширпотреб, поток безвкусного стреляющего сюжета, опять-таки основанного на криминале. Если говорить о живописи, там предпочтение у руководства авангард, реализм и умение рисовать просто художникам, они отошли на второй план. И не о чем говорить, если бюджет России на культуру, скажем, в этом году составляет 0,7% от общего бюджета. Сейчас вопрос идет не о росте, не о развитии, вопрос идет о выживании нации. С этими выстрелами в октябре 93-го года нация прекращает свою жизнь. Сколько на это уйдет времени? 5, 10, 20, 50 лет? Бжезинский планирует к 50-му году нас останется порядка 15-25 миллионов. Безудержное разграбление России, начавшееся как проект Ельцин, продолжается и сегодня. А потому всякие либеральные проекты этой власти становятся просто очередным способом растащить то, что еще не растащено, украсть то, что еще не украдено. Они называют это рентой положения. Вся их собственность давно переписана на жен и детей и находится за кордоном под защитой лондонских юристов. И не обязательно гоняться за расхитителями казны по зарубежнему. Главные их покровители, соучастники и вдохновители покидают Москву только во время командировок. Здесь надо говорить о сущности власти. Путин сегодня не президент всего российского народа. он председатель совета директоров крупнейших вот этих корпораций. Он когда приватизировать нечего, он пришел со своей командой, они приватизировали государственный аппарат. И дальше они ведут себя как вот эта корпорация «Акутин корпорейшн». Есть люди, которые, знаете, вот как этот мусор в половоде выплыли на поверхность, это представители крупных корпораций, которые защищают свои интересы. Тот же Дворкович, например, ну, посмотрите, кто такой Суркова был. Это Альфа-групп, интересы Фридмана, Авена там, значит, и других он защищал. Вице-премьер Ольга Голодец. Она, наверное, иногда только вспоминает, что она вице-премьер представители вот Норникеля и так далее. Как их считать? Изменники Родины. У них Родина и тот же Альфа-банк, Альфа-групп, Капитал, там Норникель, вот их Родина. Ей они не изменяют. А то, что они нас доят, грабят всех, дыры бюджетные затыкают за счет населения, ну, что? Здесь надо говорить о сущности власти. Нынешняя власть является преемником тех, кто нас предал и продал 20 лет назад осенью 1993 года в сговоре с Западом. И вот когда те, про кого мы сегодня можем говорить однозначно, изменники Родины, предатели, узурпаторы, совершившие перевод 20 лет назад, в 95-м, ну, в 95-м до года они, по-моему, подали сразу заявку на вступление на присоединение России к ВТО, это была заявка на измену, на сдачу итогов Второй мировой войны. Совершенно однозначно. Когда нынешняя власть, с моей точки зрения, по большому счету, обманным путем втянули страну в ВТО, это что такое? Это не измена нашим дедам, которые в кровавой войне, в тяжелейшей борьбе добились победы. Ведь формально-то мы все еще члены Совбеза ООН, у нас право ВЕТА, формально мы там решаем вопросы войны и мира. А реально где они теперь решаются? Если ключевая организация решающая, кто будет развиваться и у кого будут силы, в том числе для того, чтобы решать вопросы войны и мира, а кто должен загибаться, потому что ему не дадут возможности развиваться? Эти-то вопросы решает давно не он, не Совбез он, а вот эта организация, ВТО. Значит, начинать мы должны с того, что возрождение России может начаться. Исключительно с того, что при власти должны оказаться не наследники тех изменников и предателей. Трагедия октября 1993 года преступная и мерзкая должна нам еще раз напомнить, что народ Победы не имеет права допускать такого рода мерзавцев к власти. Он должен дружно организоваться и выступить против подобного развития событий. Слово сказать, сегодня ситуация во многом напоминает ту кризис, кризис в том числе и не только экономики, но и духовности. Есть вопрос в том, что надо более организованно и дружно сопротивляться. Причем очень важно всем понять, что Россия без справедливости, правды и коллективизма высокая духовность существовать не может. Вот сложить это надо вместе, тогда нас никто не возьмет. Как мы могли допустить, чтобы великая страна, каковой еще и сейчас является Россия, была так легко предана и так запросто продана? По сути дела брошен от ногам Запада на наших с вами глазах. Этот вопрос отдается болью во многих сердцах сегодня. Да, погубить, поставить на колени нашу страну нам очень помогли советники из Вашингтона. Да, в нашей слабости почерпнули прилив сил все наши враги. Да, мы, обладая уникальными запасами земных благ, всегда вызывали зависть наших конкурентов на мировом рынке. Но при всех этих «да» есть одно «но». Это мы, народ России, позволили Ельцину прийти к власти. Это мы позволили поставить страну на грань гражданской войны, а потом отдали ее в чужие руки. И с этим нам теперь жить. Изменить прошлое не дано никому. Но мы еще можем отвоевать будущее. И пусть это станет новой точкой отсчетом. Продолжение следует...